Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Арсений Сеня Треноженко и Алексей Малецкий. И сегодня вечером мы смотрим матч Na'Vi против команды SK, ну а также будем наблюдать за противостоянием Virtus.pro против Natic. Но Na'Vi SK это первые матчи и, естественно, в начале карт Коблстоун. Привет, дорогие любители киберспорта! Иногда Арсений и Сеня Треноженко постоянно забывают сказать, что я не просто Алексей Малецкий, что я Алексей Ухо Малецкий. Поэтому попрошу вас, Арсений, Аркадий и Треноженко, Аркаша. Вообще я хочу сказать о том, что SK мы наблюдали буквально совсем недавно. Это было позавчера в матче против Envias. И, кстати, мы смотрели за SK на карте Кобл. Там получилось все в одни ворота. Кстати, после первого матча на Мираже SK встречались против Envias. Сыграли на допах. На вторых, по-моему, допах Envias переиграли своих датских оппонентов. Ну и потом мы наблюдали за Коблом. Естественно, как я уже говорил, все было в одни ворота. Сейчас мы смотрим Na'Vi SK. Тут, конечно же, опять же, очевидно, что фаворит у нас команда Natus Vincere. И все-таки это их карта. Опять же, Кобла, они очень часто играют в остальных матчах. И уже пошел выход на B. Сист подает в секретку. Сейчас будет первая встреча. Ну и при этом Pimp забирает Систа. Флейми отвечает. Моди погибает. Старается Na'Vi со всех сторон обойти план B. Отлично отыгрывает Magic возле курятника. Оцеливает нас в Флейми. Погибает Pimp. Однако погиб также и Словак. И Na'Vi в меньшинстве. Эдвард и Зевс. Старая добрая харьковская двоечка. Постарается сейчас раздать. Парни делают подсадку в секретке. Да, они и Зевса решили подсадить у нас на мостик. Но, естественно, он пойдет через B-main. Постарается забрать бомбу на пленте. Но, естественно, будет крайне тяжело это реализовать. Потому что игроки защиты готовы. Хотя вот сейчас, возможно, момент словит у нас Зевс. Нет, Исилан заметил своего соперника. Но у Зевса есть небольшое преимущество в виде пистолета P250. Отличная работа. Ну и теперь многое зависит от Magic, который в курятнике делает минус. Ваня этот погибает возле коннектора. Остается Зевс один против двоих. И вот теперь будет действительно тяжело. Ну, у Зевса есть, кстати, все. Смотри, как минимум есть мозг. И он уже очень грамотно действует. Обходят своих оппонентов. Возможно, сейчас удастся сделать минус. Да, минус получился. Есть еще 20 секунд для того, чтобы отыграть в отличной позиции. Знает, где он... Он понимает, где соперник. Но мы видим, Magic будет правильно. Сыграл, изменил свою позицию. Но спалился и был близок, на самом деле, Зевс к тому, чтобы взять этот раунд. Но немножко не засчитало. В большинстве находились ССК. Тем не менее, свели рожденные побеждать ситуацию к 1 на 1. Был вариант все-таки взять пистолеточку. Но не засчитало у Данилы Тесленко. Ну что, Na'Vi делает сразу же Force Buy. Будут пытаться сломать экономику своих оппонентов. Мы видим, что парни играют 3 плюс 2. Никуда не торопятся. То есть, как минимум пуша на B не будет. Это уже хорошо. И очень довольно-таки быстро занимается боковуха. Na'Vi ZEVS играет здесь с пистолетом типа Скороход. Который вчера, кстати, Жека тоже играл, помнишь? Жека Скороход. И тут вот Тек, он такой пистолет, с которым можно бегать на ноги и сносить всех голову. Сейчас у нас Зевс, кстати... Ну и Пимпс по 90-м через перемычку. Чекает боковуху. Зевс моментально погибает. Пимпс проедет дальше. Оцеливает еще и Ваню Эдварда. Когда бомба выпала, Гардиан старается сделать свой килл. И, наконец-таки, находит Пимп. Однако Фриз на позиции забрал Флейми. Ситуация 2 в 4. У Фриза остается 8%. И у команды Na'Vi шансов в этом раунде все меньше и меньше. Двое оставшихся. Это Сиза и Гардиан. У них первые арморы. А это значит, что любой хэдшот и до свидания, рожденные, побеждать. Но постараются. Гардиан берет бомбу в перемычке. Пойдет, судя по всему, через боковуху. В принципе, сейчас еще 50 секунд до конца этого раунда. И, естественно, Na'Vi могли бы как-то постараться разыграть его. Но не стали этого делать. Ну, хотя, с другой стороны, стоят на точках. Чем не розыгрыш. Возможно, сейчас кто-нибудь оттянется у команды SKGamer кладочку B. Потому что, скажем так, холдят долго парни из команды Na'Vi. Ну, и тогда можно будет выйти на двоих именно на Аплэнте. Но, с другой стороны, попади по Фризу один патрон, человек погибнет. Однако, вот, многое, наверное, зависит от моди, который играет под балконом. И, возможно, сейчас Гардиан повесит хэдшот. Отличный минус. Но вовремя пришел Magic, дорогие зрители. И это 2-0. Команда SK лидирует. Вроде неплохая была задумка. На самом деле, у Na'Vi они сыграли через боковуху. Но там Pimp с петушком поработал. Отлично сделал сразу же два хэдшота. И Na'Vi остались довольно-таки быстро в меньшинстве. Сейчас парни вынуждены сливать с глоками. Полноценный экономический раунд. Ну, тут, в общем-то, все сводится к довольно-таки простой задаче. Побыстрее умереть. Попробовать сделать какие-то киллы. И уже переложить основные вопросы на следующий девайсный раунд. В моде делает минус Гардиан. Тут же все движение от Na'Vi происходит в секретке. Но ни одного минуса не удалось парням сделать. Счет становится 3-0. И первый девайсный раунд мы сейчас будем наблюдать в рождении. В исполнении рожденных побеждать. Хрис играет с АВП. Снайп с камер-током появляется у Гардиана. Это, естественно, хорошо. Но при этом обратите внимание, сколько было у Гардиана денег. 4 750 ровно столько стоит как раз-таки АВП. То есть без армора, без гранат. Надежда, ну, лишь только кого-нибудь вычтеть. В этом, конечно, есть смысл. Потому что Гардиан снайпер топовый. И если бы, например, кто-нибудь находился на центре, может, у Гардиана был бы хороший шанс. Но вот если все дойдет до прохода через боковуху или выхода на Б, тогда будет тяжко. Ну и, кстати, в который раз можно напомнить, что у Гардиана сувенирный драгон лор, который стоит на черном рынке от 7 до 10 тысяч долларов. В итоге 5 на 5. Немножко просили игроки команды Нави. У Флейми 69, у Зевса 89. Ребят халдят по точке Б. Эдвард, судя по всему, подсмок Олафа сейчас будет проходить на Б-мейн. Мэджик откидывает пока что коктейль молотова за деревяху. Но и Ваня, естественно, пройти не может. 4 человека у команды Нави готовятся вроде как выйти на Б-плент, если раскидка должна быть. Хотя нет, у Нави абсолютно нет гранаты. Я не представляю, насколько тяжело все-таки им будет выходить. Дело в том, что позиции перекрыты. Сист в ровдауне находит Эйсилан. Отличная работа. И 4 человека через Б-мейн все-таки под Гардиана начинают действовать на АШФТ. Моментально Мэджик с дерева. Отлично спрейд. Забирает одного, второго. И фриз подключается. Минус. Егор Васильев. Мэджик делает триплки в этом раунде. Остается последний эсист, который погибает от Моди. Это четвертый для команды СК Гейминг. И ничего не вышло в который раз. Очень не собрано выглядит Нави. Вроде задумка была неплохая. Под Б-мейн они выходили вчетвером на степе без гранат. Задумка отличная, но не удалось парням сделать ни одного минуса. И без шансов СК Гейминг переселяли своих соперников. Немножко в похожей ситуации. Вчера начинали против Фейзов в Virtus.pro. Также на трейне в атаке 7-0 летели. И вообще не было даже понимания приблизительно того, за счет чего парни могут выиграть эту игру. Но Нави все-таки команда в последнее время показывает лучше результаты, нежели Virtus.pro. И мы надеемся, что раунд 2. Рожденные побеждаются берут все-таки раму и начнут показывать достойный Counter-Strike. Сейчас у них эко-раунд с набором интересных пистолетов. Три дегла, два тека. Есть парочка гранат. Это бомба смещается ближе на А. Тут у нас два человека перед Секреткой. И три со стороны А. И занимают боковуху. Рожденные побеждать. И сейчас у нас вот совсем скоро мы увидим много экшена. Подходят очень медленно под Плэнт. Минут времени, правда, остается. Если вы помните матч команды Dignitas, например, то эти парни могут поставить боковухи до 45-ти и потом стелятся на АБ Плэнт. Но Нави решили пойти вроде как на АПлэнт и сажать его с двух сторон. Моди делает шикарные два килла на коннекторе. Пим тем временем чекает миддл. Оцеливает Зевса. И дальше отрабатывает Пим с Моди. Минус боковуха. Вот так вот справляется абсолютно со всей командой Нави. У парней были первые арморы плюс пистолеты. И ничего не вышло. Они не добыли себе даже килла в прошлом раунде. По итогу теперь все точно так же повторится. Однако у Гвардиана появляется и АВП, и первый армор плюс одна флешка. Ну и естественно у остальных парней калаши. Плюс огромное количество гранат. Понятное дело, что раскидка здесь конечно нужна. Вообще, ну вот этот, скажем так, несбалансированность Кобблстоуна, ну как я считаю, прежде всего открывается в количестве гранат, которые могут перелететь вот через эту стену, которая находится слева от Мэджика. И вот если террористы откидывают крутые смоки и начинают пушить, тогда у них преимущество. А если они просто выходят на стыльбу, тогда выйти не так все легко. Эдвардс в боковухе забирает нас пимпа. До этого забрали Сизда под Б. Тем временем снайпер команды СК Фриз промахивается. Правда откидывает хорошую ХЕшку. Проседает игроки команды Нави, но пытается догнать своего оппонента. И у них это получилось. Фриз погиб. Пуш через боковуху плюс мидл продолжается. Одна Кейслан законтролил Егора Васильева на центре. Тем временем Мэджик стягивается на плент. У нас непосредственно на пленте играет Моди. Попадает немножко по Зевсу. Даня Зевс из-за того, что его слепили, пока что не понимает, откуда же вели по нему огонь. И Моди, по сути, не спалил свою точку. Моди забрался на плент, забирает Зевса. Тем временем Гардиан, по-моему, уже знает, где находится оппонент. Вот теперь уж точно. Прицелился на плент, но Моди спрятался. Играет очень аккуратно. 40 секунд. В принципе, времени хватает для того, чтобы разыграть еще этот раунд. Но у Эдварда, обратите внимание, 1%! Ваня вычисляет Эйселона. Отличная работа. Остается Моди один против двоих и забирает самого важного игрока. Минус Словак и минус Иоанн Сухаря. В 6-0, СК Гейминг в защите на Коблстоуне демонстрирует отличную игру. Вот он, Сильвестр Сталлоне. Только я хотел сказать о том, что Коблстоун – это все-таки карта атаки. И была возможность у Natus Vincere взять все-таки этот раунд. Но Моди отлично поработал в ситуации 2 в 2. Разрулил. Показал великолепную игру. И счет у нас уже становится 6-0. У Na'Vi есть все-таки бай. Но, скорее всего, это связано просто с тем, что уже слишком много раундов подряд они проиграли. Экономика позволяет делать закупы каждый раунд. И обратите внимание, Na'Vi продолжает гнуть свою линию. Играя довольно-таки спокойно. Сейчас мы видим, просматривается у нас экшен перед точкой B. Никаких пушей, никаких быстрых фастов, выходов на B. Парни продолжают гнуть свою линию. И посмотрим, чем это закончится. На самом деле счет уже потихоньку начинает поджимать рожденный побеждать. И нужно уже что-то делать. И 3 плюс 2, сплиток у нас уже пошел выход. Моди, куда же ты смотришь? Флейми делает минус Моди. Na'Vi подвигается на точку Афри. Сделает минус Дев. Тут же подтягивается Флейми. Еще один минус. Большинстве рожденные побеждать. Можно забирать первый для себя девайсный раунд. Прилетает Смок на коннектор. Позиция хорошая. Сис контролит балкончик. Действительно, 4 в 3 не стоит отдавать. Но мне кажется, у ИСКА настолько много денег, что они постараются. Сейчас затащить и этот раунд. И в целом может все получиться. Особенно, если сейчас очень хорошо отыграет игрок, который находится на центре. Мэджик Бой забирает Флейми. Погибает Гардиан. Сизда, естественно, здесь не ожидают. Очень хорошая четкая позиция. Своевременно вышел Сизда. Слил голову Пимпу. Мэджик начинает действовать. Ловит слэшку. Пушит дальше. Минус Днис Косин. Остается 1 на 1 против Ани Эдварда. Ну и бомба шикарная на Иоанна. И как сыграет Мэджик? Как сыграет Эдвард? Что он делает? О боже! Команда СК берет еще один раунд. Что творят игроки команды Нави? Они просто отдают свое. 7-0. СК Геймен. Команда, которая проиграла недавно Энви на Кобблстоуне. Просто в хлам. Сейчас обыгрывает Рожденок побеждать. И я вот в который раз... Ну, не могу. Как проанализировать такие матчи? Вот этот Best of 1 Кобблстоун. Казалось бы. Как проанализировать раунд? Даже раунд. Смотри, Нави заходит на... Ну да. У них 4 в 3. Устанавливается бомба. И все это сводится к ситуации 1 на 1. И как сыграл только что Эдвард? Он сыграл в стиле дно Эдварда. Он вышел, сел, зажал. И скилл не показал. Просто его банально перестерлял в Magic's Boy. Просто знаешь, перетопил. 7-0 для СК Гейминг. Отличное начало. Нави рискует лишиться 3 очков в этом матче. На самом деле, наверное, это для нас уже есть интрижка. И это, в общем-то, наверное, неплохо. Пускай Нави сейчас напрягается. И будут демонстрировать нам великолепный дефенс. Потому как в атаке уже половина, как минимум, первой стороны проиграна. И можно сказать даже... Ну, можно сказать, что в хлам, в принципе. И это Cobblestone, карта атаки. Где террористы набирают 10-11 раундов. Нави летят. Ничего сделать не могут. Их отстреливают на всех позициях. Очень уверенно с каждым разом действует СК Гейминг. Не боятся стреляться. И в итоге такая игра, ну, по крайней мере, в этом матче работает на ура. Против рожденных побеждать. Айслан падает с балкона. Готов принимать выход через боковуху. Моди тем временем тоже уже на пленте занял нычку. И не факт, что его здесь проверят. Нави в меньшинстве. Нави потеряли Данил Тисленко. Бывший капитан Паул. В итоге Гардиан и Флейми остаются вдвоем против четверых. И Мэджик Бой один принимает точку Б. Оп, не знаю, заметил у него соперника. Судя по всему, да, откидывает коктейль Молотова. В итоге стягиваются у нас ребята из защиты ближе к Б пленту. Ну и естественно будут теперь втроем принимать БМН. Прилетает флешка от игроков команды Нави. Мэджик занимает Курятинг. Прилетает флешка. Под нее Мэджик работает. Отличный тимплей демонстрирует. Команда СК Гейминг еле-еле перестреливает Гардиан своего оппонента. Минус фриз. И может быть что-то получится. Моди с Айслан вдвоем против одного Словака. Давайте понаблюдаем за талантищем топ-2 мира по версии Шелтвиза 2015 год. Словак старается прочекать коннектор. Остребует на Сейсил, начекает Б-мейн. Однако абсолютно не знает где находится в данный момент Моди. Потому что он играет аккуратно. И Словак тащит этот раунд. Браво, Гардиан. 7-1 Нави наконец-то первый в атаке. Ну как это часто бывает у нас для рожденных побеждать. Когда команда сидит практически вся на якоре. В игре включается опекун, так называемый знаменитый он же телохранитель, он же страж, он же знаменитый Ласло Словак. Не знаю просто как его еще только не называть. Действительно второе место по версии Хелтв Орг. Очень крутой игрок, очень солидный. Если кто-то может проснуться не с той ноги, встать, там просто плохое настроение, то Гардиан всегда копает, всегда уничтожает и показывает лучшую игру. Ну и благодаря ему на ту свинцы размочили. Счет в этом матче. Первый раунд в атаке. Тут же у Гардиана появляется палка, которая позволит ему может быть сделать больше киллов. И это приведет Нави все-таки к более хорошему счету. Нави играет пассивно, бомба находится перед Б, три человека уже у нас в боковухе. И тут похоже что-то то ли на сплит, то ли на фейк. Сейчас будем смотреть и совсем скоро мы уже узнаем, чем это все закончится. Пим пока что у нас прячется на центре. Готов принимать и мидл, и боковуху, естественно, подставку своих тиммейтов. Но Нави фейкуют. Они просто сделали дефолт. Находится, как обычно, Даня Зевс в перемычке на центре. Будет напрягать у нас плента. И заходить, судя по всему, к спину. А вот остальные парни, конечно же, будут раскидывать Б плент и выходить именно сюда. Хотя Зевс меняет себя слоуположение. Бегает, точнее даже ходит. То туда, то сюда. Откидывает гранатки на спуск. Гранаты абсолютно мимо. Прилетает флешка. Зевс начинает сейчас нашивать. Нет, не стал. У нас игрок защиты этим занимался. В тем временем выход на Мэджика под Бэй. Этот парень справляется. Делает 2 кила. Не понятно, зачем Даня Зевс просто взял и погибнул. В итоге Сильон остается один на пленте. Старается разыграть дух игрокоманды Нави. И у него это прекрасно получается. Забирает Дниса Костин. Остается Ваня Эдвардс один против всех. У Нави проседание по экономике просто колоссальное. Гардин выживал один позапрошлом раунде. И, соответственно, по полторы тысячи долларов у всех. А это минус еще, еще и еще. То есть 9-1 и, скорее всего, 10-1. Вот так вот бывает, когда ты берешь раунд и моментально отдаешь все, что можно. Старается пауза. Судя по всему, это тайм-аут. Команде нужно сейчас подойти к зеркалу и надавать себя крепко по щекам. Посмотреть вообще в принципе. Потому что можно не только надавать по щекам, можно и взять за щеку. В общем-то, все к этому пока идет. Счет 8-1. Пока один раунд у нас фактически в активе Гардиана. У Na'Vi ничего не получается в атаке. Может быть, настало время как раз то, о чем я говорил. Что Na'Vi не делали пушей и быстрых выходов на B. Может быть, уже пора эту тактику попробовать. Которая раньше была довольно-таки излюбленной у многих команд. Довольно-таки часто. Все так играли. Любили просто Аркадий банально точку B. Может быть, сейчас для Na'Vi стоит попробовать это сделать. Но в любом случае, сейчас будет эко-раунд. Нет. Смотри, Галил. Зевс там дал, по-моему, дроп Галил. Нет. Все-таки смотри. Na'Vi делают закуп. Притом делают закуп, судя по всему, с одним тяжелым девайсом. Видимо, решили парни, что ну сейчас куда уже сливать. Отдадим 9-ый. И потом... Ну да. То есть наш соперник пойдет вперед. Но на самом деле оно отчасти странное. С другой стороны, это решение может сработать. Потому что у нас денег так много у команды СК. Как бы много раундов они не брали. У самих по полторухе, может быть, в частности, у Мэджика. У Моди, там, чуть-чуть больше. У Эйсилана единственные, кто смогут купить, это Пимп, несмотря на ситуацию. Поэтому, если сейчас все-таки взять второй раунд, то и третий можно будет поднять. Ну, посмотрим. Na'Vi решили контролировать, кстати, быстро в пуш. Как ты вот хотел. Прямо через центр действует. Начинается заход. Си сделает один килл. Однако Пимп отвечает. Действует он на боковухе. Старается отследить парня с команды Na'Vi. Сейчас Мэджика. Заходит ему на коннектор. Однако Эйсилан до этого забрал Жузев со слэйми. Си прорвался просто в бок и погибает моментально от Мэджика. 9-1. Опять нету денег. Теперь уж точно парни с команды Na'Vi будут играть с глоками. И, естественно, готовы команде СК отдавать 10-й раунд. Да, все так к этому идет. Но я-то хотел пуш на Б. Вернее, думал о том, что, возможно, это будет пуш на Б. А пуш получился в итоге на точку А. Ничего не получилось. Но, опять же, тут куда бы пуш, в общем-то, не был задуман, как вариант развития атаки. Проблема в том, что просто один тяжелый девайс был на пятерых. То есть, фактически, это галил. И, ну, куда? Да, то есть, куда бы ты ни атаковал, будет крайне сложно. Сейчас эко-раунд делают на Б. Na'Vi уже готовы выходить. Под флешечку пошел выход на плент. Тут есть чел на кубе. Все-таки нет. И получилось его убить. И Эдвард делает минус. Но Na'Vi сделали все-таки один минус. Но, опять же, бомбу не установили. Собственно, и раунд закончился тем, что СК Гейминг уже с разгромным счетом переигрывает своих оппонентов. Ну, и посмотрим. Тут, конечно, уже нужно говорить о каком-то небольшом минимуме для камбэка. Хотя бы, ну, там, я не знаю. Ну, 4, да, было бы уже неплохо. Ну, что ж, сказать мне нечего, если честно. Na'Vi демонстрирует очень странную игру. Блеклую парни из СК. Такое впечатление, как будто тренируется, играет в 2-3 раза больше. То есть, превосходство по стрельбе, в скорости, во всех нюансах. И Na'Vi остаются сейчас колоссально. Ну, понятное дело, что, ну, это нереально за счет чего. Но конкретно на карте Cobble Stone сейчас происходит какая-то мясорубка. И Na'Vi в этой мясорубке как раз-таки не мясники, а больше какая-нибудь отбивная такая хорошая. И команда SK Gaming с каждым разом просто убивает парней и ничего не получается рожденных побеждать. Да и, в принципе, наверное, они здесь явно не рожденные побеждать. Ну, что ж, стараются. В любом случае стараются. Хотя, может быть, даже уже и не стараются. Осознают, что на карте Cobble Stone, когда ты отдаешь за атаку настолько много раундов, тебе уже ничего не светит. Ну, я напоминаю, что матчи в рамках ESL League у нас состоят из двух Best of 3 встреч. Не, Best of 1, извините. То есть, что это значит? Это значит, что за одну карту каждая команда получает 3 очка. И, соответственно, если SK победят, они получат 3 очка. Na'Vi получат 0. Но следующий матч у нас идет следующим, кстати, на карте The Train. Да. Train хороший вариант. Ну, что Cobble, на самом деле, хороший вариант для Na'Vi. Не, бей. Да, хороший вариант для Na'Vi. Ну, и, соответственно, если Na'Vi победят на Train, то они получат 3 очка. И вот так вот команды разойдутся в этой встрече. Ну, и делают эко-раунд у нас такой довольно-таки серьезный, с гранатами, с хорошими пистолетами. Много гранат. Na'Vi готовится перед B сделать сплит через, судя по всему, мейн и секретку. Как-то так все это. И там уже интересный вариант. Пимп уже в спине и сейчас готов просто уничтожить команду соперника. Увидел он одного, стрелял в спину. Только сейчас Девс понял, что уже пришли в спину и Na'Vi полностью закрытый с двух сторон и без шансов. Пошел выход на B с основной позиции. Готовы SK сделали 2 минуса. Сист ответил. Фриз. И... Пимп. Ну, и фриз добил последнего. И Na'Vi не получился раунд. Опять же, все почему? Потому что Na'Vi довольно-таки медленно действовали в этом раунде. Пимп прочитал все это дело. Сыграл как опытный парень. Поджал спину. В четвером принимали точку B SK. Ну и что? В целом, как бы там плохо не играли Na'Vi, я бы отметил SK. Потому что парни действительно, ну, демонстрируют отличный контрстрайк. И за дефенс на Кобля взять 12 раундов, как бы там плохо не играли Na'Vi, все равно это хороший результат. Фриз начинает с того, что делает опенфраг на Эдварде. Отличное начало для SK. Счет 12-1. Даже страшно произносить такое вслух. 12-1. Кто бы мог подумать, от SK в этой встрече, конечно же, удивляют парни. Сейчас в большинстве находится датский коллектив. Втроем они играют на точке A. Двое укрепили позицию B. Сейчас будет встреча. И Пимп делает два минуса. Минус Гарден, минус Флэйми. Ну, не знаю. Просто совершенно ничего не получается у Na'Vi. Сист отвечает Magic's Boy. Есть у нас два игрока урожденных побеждать против четверых датских оппонентов. Они будут пытаться все-таки взять второй раунд. Но шансов не так много. Тут, конечно, нужно еще хорошенько поработать в этом раунде, чтобы все-таки как-то разрулить в свою пользу все это дело. Зевс играет нас на центре. Забирает Фриса. Моментально погибает от Моди. Остается у нас Сист один против троих. Действует на центре. Играет аккуратно с AK-47. Попытается, естественно, Денис сейчас затащить этот раунд. Но будет, опять же, очень и очень тяжело. Но вот сегодня я как раз-таки решил проанализировать этот матч. И даже, представляешь себе, поставил стольничек на команду Na'Vi. Решил, что это будет... 100 гривен? Изи, 100 рублей. Что это будет изи 20 рубчиков. Но в итоге, вроде как, оказалось все наоборот. Потому что Na'Vi поставил? Да. Коэффициент же лучше... Ну я так, я просто хотел... Ну то есть, думал, что это будет настолько изи игра, да. Что даже не стоит, как бы... Смотреть, да? Ну, в любом случае, смотреть надо, потому что комментирую. Ты должен топить, кстати, Майли. По идее за 100 рублей. Как бы... На самом деле, большие деньги ставить комментатору нет смысла, потому что тогда придется топить. Но так как топить я не имею права, поэтому... Поэтому нет. Ну что ж... Ну можно констатировать... Да, просто нажимать, как бы, не хочется. Ну, надо. 13-1. Констатировать можно тот факт, что Na'Vi абсолютно... То ли оказались просто вот, знаешь, вот... Ну то есть, проснулись парни там. Че там, СК? Ну, давай покатаем. Ладно. Возьмем три очка. С другой стороны, нужно, кстати, уже сказать о том, что Na'Vi потеряли три очка в игре против Астралис. И вспомнишь игру на Кобблс на оверпассе, на которой... На второй карте, на которой они тоже чуть не потеряли три очка. Напомню, в первую сторону они проиграли 13-2 в атаке. Потом перешли за дефенс и выиграли 14-1. Так что, может быть, сейчас... На'Vi хватит два раунда в атаке для того, чтобы совершить камбэк. Начинается раскидка. Начинается раскидка у нас в Б-плэнта. Фри забирает Гардена, погибает в Флейме. Только что интересный был момент. Na'Vi точно слышали, откуда прошивает вообще Эйсилон Смок. Но при этом все равно падают под гранаты. Вообще не проверяют эту позицию. И что самое интересное, команда тренировалась только что, играла. То есть, они есть у меня в стиме. Они сидели, разыгрывались. Они играли какой-то праг, я уверен, перед матчем. Они заблаговременно знали, на какой карте они будут играть. То есть, они, скорее всего, даже Кобл Стоун играли со своими оппонентами, с которыми там тренировались. Но при этом как? Просто я не могу натянуть это... На голову. Как бы есть опыт в Counter-Strike многолетний, но... Но вот это действительно не вкладывается в голову. Можно как бы ожидать поражения со счетом 16, 10, 12, 13. Но чтобы 14, 1, когда ты разыгран и как бы готов к игре, я не знаю. SK Gaming в рейтинге HLTVOrg занимает 15 место. То есть, это... Ну, это даже не Flipside Tactics. То есть, в принципе... Хотя нет. Ну, наверное, это плюс-минус одинаково. В общем, ужасная игра от Na'Vi. Меняются парни сейчас сторонами. Ну что? Я очень хочу, на самом деле, чтобы Na'Vi сейчас взяли пистолеточку. И у нас каждый раунд был как последний. И чтобы мы увидели так называемый кумбэк. Было бы весело, на самом деле. Потому что Na'Vi сейчас понимают, что катку они слили... Ну, первую сторону слили вообще, ну, просто в нули, как это бывает. Ну и, опять же, интересный вариант для SK. Каждый раунд как последний. Все-таки они понимают, что у них просто, ну, фактически там, да, уже... Вот-вот и матч-поинты, и этих матч-поинтов будет там 13-12. Посмотрим. Очень хотелось бы, чтобы Na'Vi просто взяли как минимум пистолетку. И Сеня выиграл своих 100 рублей. На самом деле, еще знаешь, что я хотел бы констатировать? Что у Na'Vi, видишь, проблемы с атакой на карте Оверпасса, на карте Коблстоун уже, возможно, намечаются. Потому что совсем недавно эти парни проиграли команде Астралис на Оверпассе в первой стороне. И потом затащили за счет Дипманса. Сизд играет с успехом. Под коннектором ребята из команды SK вывалились в дропдаун. Делают свои минусы у игроков команды Na'Vi. Два человека на B-Many. Гардиан присоединяет своих оппонентов в спину. Делают свой минус. И парни из команды SK поняли, что на Апленте никого нет. Действуют довольно-таки быстро через большой коннектор и уходят на Аплент. Фриз, естественно, установит бомбу. А вот Моди постарается где-нибудь спрятаться. У Моди 50% и он отыграет возле машинки. Ну и отличный вариант для SK, кстати. Даже если они не возьмут пистолетный раунд, они уже поставили бомбу. И смогут экономически создавать проблемы своим оппонентам. Фриз пытается спрятаться в углу. Действует по правилу в любой непонятной ситуации. Становись в угол. Делает минус Гардиан. Великолепный хэдшот. Флейми все от своего оппонента. И Флейми все-таки делает минус. Нет дефузов, но, скорее всего, Егор должен успевать раздефузить бомбу. О, Na'Vi все-таки забирают пистолеточку. Начало кумбэка. Ну и я думаю, что SK все-таки не будут сейчас делать форсбай. Сделают эко-раунд и закупятся в следующем. Посмотрим, как будут действовать SK. У них, конечно, сейчас очень развязаны руки. В плане тактики и решений. Все, что они будут делать. Они сейчас вправе просто заниматься любой абсолютно тактической составляющей. Делать все, что угодно. А у Na'Vi как, в общем-то, на самом деле весело. Вот ты знаешь, мы говорили о тренировке. О том, да, что, мол, перед матчем парни тренировались. Вот отличная тренировка. По первую сторону проиграли со счетом 14-1. И теперь надо потренировать дефенс. Ну, отличная идея. По-моему, это гениальная мысль вообще. Не, ну, в целом, конечно, я с тобой соглашусь. Тренировать в ответственных матчах какую-либо из сторон и загонять самих себя в тяжелые ситуации. Ну, в этом есть смысл. Действительно, если вся команда ответственно подойдет и как бы осознает, на что она пошла. Поэтому, конечно же, в таких играх рождаются, возможно, чемпионы. И на какой-нибудь дистанции, там, в 2-3 месяца как раз-таки эта игра сыграет свою ключевую положительную роль для команды Na'Vi. Но, опять же, в случае того, если сейчас будет борьба, и даже несмотря, там, на возможный проигрыш, все равно, даже если возьмут 10-11 раундов, это уже покажет, что парни как бы стараются, могут камбетчить и стараются зацепиться за любую, так сказать, возможность. И на каком-нибудь плане, обязательно это должно зарешать. Тем временем, ребята из команды SK заходят через боковуху, пойдут на Аплэндс. У нас Зевс играет с Фамосом. Пропускают очень близко к себе игроки команды Na'Vi. И оппонентов на Плэнд уже вот бот может зайти. Зевс, наконец-то, замещает соперников, оцеливает нас в Мэджика, переключается на Успик, начинает нашивать деревяху, но и остается один-единственный фриз, который все-таки погибает от Даниила Тисленко. 17-3, SK гейминг отдают раунд, ну и теперь у них полноценный хороший бай. Ну, как я и думал, да, собственно, так и произошло. Парни решили не форзить, сразу же сделали эко-раунд. Сейчас у них полноценный бай и много очень раундов в запасе, для того, чтобы попробовать как-то все-таки, ну, отыграть в атаке достойно и взять ту необходимую парочку раундов. А для Na'Vi без права на ошибку. Отличная тренировка и отличная возможность продемонстрировать свою чемпионскую игру и показать, что все-таки... Небольшое недоразумение. Играет у нас один в боковухе Зевс, фактически на нем тут полкарты, пока держится, но по таймингу, в общем-то, нет смысла смещаться на нему, на хелпу. Сейчас основные силы у СК находятся перед точкой Б, Моди тут стреляет, делает вид, что их здесь много, на самом деле их действительно здесь много, бомба также находится в этой позиции. Зевс дает инфу, что у меня, пацаны, тихо, ко мне можно не идти, флейм, фраг на Мэджикс Бои в меньшинстве СК. И СК вот пока просто медленно сидят, ничего не делают, не пробили никакие позиции, гранат не было, и совершенно немножко непонятно их тактика. Сейчас чекается секретка, и вот-вот уже у нас начнется выход на точку Б. Эдварда в начале раунда немножко побили, он играет с УМПшкой на БМэйне, вообще девайсы у команды Нави непонятные, но при этом они в преимуществе. Почему непонятные? Потому что, естественно, лучше играть с Эмочками в такой ответственный момент, но сид справляется, неплохо отыгрывает с УМПшкой, согласитесь, на дропдауне разваливает Иссула и Пимпа. Два человека из команды СК погибли, ну и, естественно, остаются Моди с Фрисом вдвоем против пятерых, и шансов, конечно же, никаких у парней из команды СК в этом раунде. Ну и потихонечку Нави начинают набирать свои раунды в защите. Сейчас у нас, естественно, будет эко-раунд для СК, через несколько уже раундов, я думаю, через раунд два, у них по экономике сложится такая ситуация, когда они смогут покупать каждый раунд и пробовать разные штуки. Но, на самом деле, вот, судя по этому раунду, который только что был в атаке от СК, он был совсем невнятный, не было какой-то задумки, все свелось к банальному холду перед точкой Б, и, в конечном итоге, не совсем внятный выход, ну, был просто сплит через секретку. И у нас сейчас мы видим много экшена на точке А, Зевс уже делает минус на Джейсбой, сейчас Гардиан будет принимать отросток отличных три минуса, ему приходит холпа в виде Сизда, взрывается из последнего игрока Асилия, он еще становится 5-14 для рожденных побеждать. Камбэк изрыл, вот он продолжается. Гардиан с РПшкаев, Зевс Фамасом, ну, ты меня знаешь, я бы согласился, если бы счет был бы, наверное, 13 хотя бы, 5 или 12-5 желательно, но счет-то 14-5, одна ошибка это минимум ничья и допа, и еще одна ошибка победы команды SK Gaming. Но вот написали в чате, что SK онлайнеры, отчасти я с этим, возможно, соглашусь, но с другой стороны у нас и не было возможности пока что особой команде SK Gaming засветиться на LAN турнира, хотя, естественно, такое бывает нынче, да и всегда это было еще и с Counter-Sec 1-6, когда какие-то ребята играли намного круче в интернете, нежели на LAN. Ну и что ж, 14-5, Зевс играет нас в боковухе, 4 человека у команды NAVY играют под B-Plant, там Даня Зевс замечает оппонентов, откидывает ХЕшку, ХЕшка мимо, немножко не добросил Данька гранату, но дал информацию, и тем временем уже в коннектор прокрался Pimp, но Даня забирает своего соперника, отличная работа, откидывает смок под себя, откидывает коктейль своему товарищу, в этот момент можно отыграть неплохо на пленте, но Magic в моде забирает Сизда Эдварда, также Флейми погибает, Зевс забрался у нас на плент, старается вычислить своих соперников, ситуация 2 на 2, теперь в нем Guardian старается обойти оппонентов, и дым-то развеялся очень вовремя, великолепная работа от Зевса с Guardian, ребята берут все-таки раунд для своих парней, ну и быстро играет команда SK, им ничего не приносит, по 4000 долларов в среднем у команды SK Gaming, и парни сейчас думают, покупать ли оружие или нет. По тактике стоит отметить, что в отличие от предыдущего девайсного раунда, в прошлом, то есть который был, я имею ввиду, в прошлом раунде, они сделали тактику абсолютно наоборот, если перед этим они пошли на B в пятером, то сейчас они решили пойти на точку A, у них, кстати, почти получилось, клач в итоге был 2 в 2, и немножко повезло, Na'Vi они все-таки законтролили этот раунд, взяли 6 в свою копилку, SK действовали довольно-таки просто, пошли на точку A через вверх-вниз и сплитовали с боковухой. Сейчас они действуют приблизительно так же, но опять же, играют прямолинейно, идут на точку B, только у них нет девайсов, это эко-раунд, играют медленно и спокойно, никуда не торопятся. С одной стороны, вроде как, без права на ошибку для Na'Vi, с другой стороны, SK тоже, наверное, немножко чувствует какое-то давление, в том плане, что надо взять раунд, и вот-вот сейчас все получится. Сист уже делает минус в секретке, это 2 отличных минуса в голоду, Guardian и Flame делают еще по минусу, Эдвард включается, делает минус фриз, и 7-ой раунд для Na'Vi. Ну и отлично, вот может быть и хорошо, что первая сторона закончилась с таким счетом, у нас была возможность немножко поливать Na'Vi, говорить какие они плохие, как они плохо отыгрывают в этом матче, и что вообще тут 3 очка вообще-то на кону. А вот сейчас уже парни демонстрируют хорошую игру, и вот тренировочка за дефенс отлично проходит как раз в том ритме и в том стиле, как нужно. Все хорошо пока складывается, для Na'Vi ни одного раунда в защите они не отдали. Guardian играет нас на центре, с АВП-щикой старается опускать префайеры через двери, но, по-моему, в своих соперников он не попадает. Да, именно так. В итоге выживают абсолютно все СК, хп они не потеряли. Эдвард теперь временем на стандарт в своем задерянном ящике, Эдварда должен напрягать там игрок атаки, откидка гранат, причем смог прилетел, как раз таки хороший для Вани. Он в итоге, видите, пытается сквозь этот дым отстреливать ноги. Это так называемый, кстати, один из ванвэй смоков, за счет которых можно неплохо сыграть. Тем временем команда СК напрягает просто сраженных побеждать своими гранатами. Парни нигде, правда, не высовываются и все-таки атакуют в секретную комнату. СИС погибает, моментально забрали Егора Васильева. Остается надежда на Ваню Эдварда, играет он на Б-мейне, но подставляется, а его ловят просто с гранатой. Эйслан делает свой килл, Зев с Гардианом и сутся в дым против пятерых. Ну и Даня в спине, а Гардиан в дропдауне. Все в смоках, ничего Словак не видит. Зевс приходит, делает свой минус. Однако, игроки команды СК, естественно, должны теперь перерывать эту позицию, откидывают флешки прямиком в лицо Зевсу. Ну и судя по всему, 15-й раунд ребята с командой СК Гейминг все-таки возьмут и Нави придется тащить еще 8 подряд, чтобы сыграть возможные допы. Гардиан пытался фазумить, в итоге Мэджик Бой забирает своего оппонента, ну и Даня здесь погибает на Б-мейне. 15-7 в пользу команды СК Гейминг дачане в одном шаге от победы на карте Кобблстоун. Ну и ключевой экшен происходил в секретке. Сид с Флейми принимали эту позицию, довольно-таки удачно отыграли СК, накидали предварительно туда гранаты, потом под флешечки сделали дроп, просто без парашютов спрыгнули туда, ноги остались целы и довольно-таки успешно сразу же обработали немосковскую парочку, которая, в общем-то, была опорной на позиции Б. А Ваня почему-то вот в этом матче у него не складывается, он опять не сделал минус на своей позиции, очень важная у него точка, но не складывается у парня. Остался у нас Гардиан с Зевсом, но, опять же, очень сложно там все было. СК Гейминг наконец-то взяли первый счет в атаке и сейчас у них уже 8 матч-поинтов, ну и мы видим, что Мэджикс Бой делает минус Сист. Проблемы для Нави, нужно уже как-то проявить гибкость, потому что играет в меньшинстве и сейчас нужно какую-то точку попробовать поджать, перекрыть, чтобы прочитать своих соперников и попробовать угадать направление их атаки. Ну, пока что вроде угадывают. Зевс, дело в том, что бегает на боковухе, собирает информацию по центру и как раз таки пленту А, и парни с команды на Ай прекрасно понимают, что вроде как там никого нету, соответственно, выход на точку Б. Гардиан с АВП забирает на спим, попытается дальше вычислять соперников, но не получилось. Сейсман делает скиллы, этот погибает Гардиан тоже. Остается Зевс 1 против 2, в какой очереди дропдаун и не попадает по Мэджику, который в свою очередь делает хедшот. Это победа команды СК Гейминг, дорогие зрители, с счетом 16-7. Первый полный 14-1, ну а дальше свои два раунда эти ребята взяли. Вот так вот неожиданно заканчивается у нас первый матч в рамках ESL третьего сезона сегодня. Не переключайтесь, второй матч Na'Vi против СК на карте Dead Rain буквально через 6-7 минут. Na'Vi будут мстить.